Маленькая звёздочка, большая звёздочка, ступенька, каре. Советская культура без них кажется и вовсе не культура. Поначалу гитары в нашей стране выпускались семи струнными. Все мы, как правило, начинали играть во дворах и подъездах. С появлением битлов выяснилось, что струн на гитаре бывает шесть и аккорды на ней другие. С появлением шестиструнки появились и другие песни. Полустонные мы закрываем окно, нам нужна тишина, а с рижан всё равно. В шестидесятых на гитарах помешалась вся страна. И в Советском Союзе выпускало несколько фабрик. Но особым спросом пользовалась Шиховская и Ленинградская, она же Луначарка. Делали её на Ленинградской фабрике щепковых народных музыкальных инструментов имени Луначарского. Ленинградская гитара – шедевр фабричного производства. Есть разные мнения о качестве звучания этих гитар, но раскупались они моментально. Эти музыкальные инструменты сделаны на фабрике имени Луначарского. Классической игрой на гитаре мог похвастаться не каждый. Этому долго учились в музыкальных школах. С появлением самоучителя игры на гитаре стала популярна игра аккордами. Яркими представителями этого стиля были Высоцкий, Акуджава, Висборг, Барды – символ оттепель шестидесятых. Во дворах гитара была практически одна на всех и играли на ней по очереди. Аккорды рисовали в школьных тетрадях и на уроках их разучивали, тренировались, зажимая лады в качестве грифа на правой руке и тренировали аккомпанемент. Угу, договорились же, все дела за дверью оставляем. Здесь только музыка. Ага, получился. Груш, смотри. Точно, да? В эпоху докассетных магнитофонов ни одно застолье не представить без гитары. Пели все. Ничто не подчеркило романтичность натуры, как умение играть на гитаре. Все восторженные женские взгляды были прикованы к гитаристу, первому в компании. Я, друзья, не верю в обещания. Обещания – это звук пустой. Назначайте девушке свидания. Все равно останусь холостой. Из застолья гитара перекочевала в туристические походы. Можно было забыть котелок, но не шестиструнку. Посидеть у костра с гитарой – романтика. Пальц начинается. Дайте же, сударыня, руку. Три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Особым шиком были гитары ручной работы. Этот инструмент становился произведением искусства. Для создания такой гитары мастеру требовались месяцы кропотливого труда. Хорошие знания в области акустики, высококлассные навыки по обработке дерева, тонкий музыкальный слух и главное множество терпения и любви к работе. Отдельная история – это электрогитары. Но они были дорогие, и умельцы мастерили их из того, что было под рукой. Вот это был полет фантазии. Расцвет эпохи Самоделкиных. Самое главное, что в те времена гитара была большим окном в мир творчества. В отличие от пианино и аккордеона, шестиструнку мог себе позволить практически каждый. И хотя дворовые песни не отличались высоким стилем, они были близки и понятны всем. Постой, паровоз, не стучите колеса. С первыми аккордами на тех гитарах началась творческая судьба у многих современных музыкантов. С уходом в прошлое советской эпохи ушла и романтика советских шестиструнок. Ушли в историю три аккорда и дворовые концерты с фанерными гитарами. На смену им пришла совсем другая музыка, совсем с другой фанерой. Вот такие бренды советской эпохи.